Добрый день, милые эксперты! Хочу зафиксировать свой мировой рекорд. Если рекорд Гиннеса за час составляет 9270 прыжков, то я хочу сейчас показать за час, побить его 11 тысяч. Это официальное видео, на котором Нижнекамка Светлана Головачева демонстрирует свой рекорд. Ровно за час женщина выполнила 11500 прыжков на скакалке. И попалось мне видео, что мужчина в 2010 году побил мировой рекорд за час 9270 раз. А я посчитала все. Если у меня 6 минут, то у меня получится 10 тысяч. Но надо потренироваться. То есть каждую минуту я прыгала 180. 180 за 30 секунд. У меня получалось 90. Отсмотрев видео, комиссия сообщила Светлане результат. Мировой рекорд зафиксирован. Прийти к такому колоссальному результату было непросто. Уже 20 лет Светлана занимается фитнесом. Разработала свою собственную систему тренировок, направленную на очищение сосудов. На протяжении 20 лет, каждое утро я прыгаю 6 тысяч прыжков. Каждая тысяча у меня уходит 6 минут. Что я этим добиваюсь? То есть это выносливость. Выносливость – это жизненная энергия. Своей энергией я пробиваю все внутренние органы. Допустим, у нас кишечник совершенно не работает. Я его пробиваю. Заняться всерьез своим здоровьем Светлана решила в юности, когда получила инвалидность. В 23 года спортсменка стала мастером спорта по легкой атлетике. Через год родила сына. В этот момент врачи констатировали у женщины тахикардию. За 6 секунд пульс Светланы составлял 120 ударов. Как же я инвалид в 23 года? Мне что-то надо делать. Три приседания я не могла делать. Но я не знаю, откуда мне это взялось. Через больное сердце я стала делать 4 приседания, 5, 6. Через неделю, через месяц, через год. Мне стало все легче, легче. Приседания, затем прыжки на скакалке. Постепенно женщина восстановила свою сердечную мышцу и продолжила занятия. Как признается рекордсменка, за 20 лет она ни разу не болела. Плюс ко всему, находится в отличной физической форме. А ведь Светлане 52 года. Сейчас она работает тренером и передает свои знания другим. Своим примером я еще раз доказываю, что можно заниматься собой, можно ухаживать. И я, если честно, сделала это для сына, чтобы сын гордился. В настоящий момент у Светланы на руках не только диплом, но и специальные документы и даже лицензия, подтверждающие, что она является мировым рекордсменом. Правда, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса, республика должна решить, нужен ли им такой рекордсмен и заплатить 1 миллион рублей. Только после этого Светлана попадет в знаменитую Книгу рекордов. Светлана Шумкова, Ринат Харасов. Новости НТР.